просто интересно сломаем мы ему бампер не сломаем чё с ним ну если бы дизеля туда залили он бы не поехал бы наверное Денис будь здоров, дизеля зальёшь в этот прадик в принципе прадик заскакивает ребят всем привет, Максим компания Кирафта сегодня мы вам покажем два прадика и различия между 150 и 151 кузовом в этом ролике мы с вами увидим что такое имитация межколесной блокировки именно так я это называю, функция МТС, функция МТС есть у 151 кузова, у 150 этого нет это так скажем система повышенной проходимости и что такое соответственно функция кроул, то есть круиз-контроль по бездорожью там выставляется 4 скорости на которых может автомобиль ехать, тормозить без участия ваших ног то есть вы только руль держите покрепче, ну и соответственно что автомобиль может спускаться с горы это функция спуска с горы, да, очень часто их совмещают эти функции, да и в этом ролике мы конечно же с вами затестим, затестим, кто быстрее на разгон 2.7 бензин не чипованный, либо 2.8 дизель чипованный ребят, здесь у нас Prado в простой комплектации, здесь не кожа, в простонародье это овощ комплектация TX простой, да, у нас пожирнее будет, когда сидухи будут кожаные, это TXL но какое отличие я хотел вам показать у 150 и 151 отличие, отличие прежде всего, которое должно броситься в глаза именно в салоне это вот эта панель, здесь у нас, видите, да, есть кнопка старт со второй передачи есть отключение антиюза, антибукса и переключение, так скажем, как говорится в простонародье на понижаечку, вот, когда автомат становится жестче когда машина, если ты едешь в горку, она уже не ревет, то есть автомат не ревет уже, да просто вот он как будто бы жесткий такой становится и ты на обыкновенных оборотах тихонечко, легенько забираешься в горку, в горку но у нас, соответственно, с вами задача показать функции, показать свойства, показать характеристики насколько отличаются эти два автомобиля именно по проходимости у 151 кузова мы сразу же видим другую панель, да здесь у нас функции МТС, здесь функция КРАУ, здесь блокировка межосевого дифференциала здесь блокировка заднего моста, которая у 151, не у всех есть, это как опция идет здесь пневмо, поднять заднюю часть автомобиля, опустить заднюю часть автомобиля причем работает только задняя ось и если, к примеру, поднять заднюю ось, да, вот нажатием кнопочки то примерно на 55 км в час автомобиль обратно возвращает высоту в нормальное положение если опустить полностью, я вообще не знаю, для чего сделали еще ниже нормального положения опустить заднюю часть автомобиля если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не понимаю как только трогаешься, автомобиль сразу же приходит в нормальное положение самого высокого положения, когда задняя часть автомобиля поднимается почему-то на 55, соответственно, опускается ну здесь понятно, может быть, потому что распределение веса на кузов не такое, да, идет можно, к примеру, на повороте, да, уйти с дороги и так далее дальше это отключение, соответственно, пневма, чтобы ничего не отключалось ну и две кнопки, которые, в принципе, есть на 150-м это у нас отключение антибукса, антиюза трогаться со второй передачи дальше, ну и, соответственно, здесь также есть режим включения понижайки и вот как раз вот эти вот функции МТС и КРОЛ про которые я буду вещать в ролике это МТС, это имитация межколесной блокировки именно так я ее называю, кто эксперты можете закритиковать меня, можете наругать меня может быть, я не так это называю, но эта функция именно та сама суть, как это должно работать и функция КРОЛ, это, так скажем, круиз-контроль по бездорожью значит, верхней шайбочкой, да, вот верхней крутилочкой так давайте будем ее называть у нас раз, два, три, четыре, пять пять положений есть выбирается, если включаем функцию МТС режимы жесткости, вот этой вот имитации межколесной блокировки то есть тут, наверное, снег, там пожестче что-нибудь, гравийка ну и последнее, соответственно, это камень большой камень включаем функцию МТС и те колеса, которые вывешиваются все мы знаем, да, какая проблема случается у машин когда колеса вывешиваются, нет блокировок системой делается так, что эти колеса как будто бы находят сцепление с дорогой ну и, соответственно, машина выгребает выезжает ну и функцию КРОЛ мы, соответственно, тоже покажем это режимы скорости то есть на какой скорости машина будет идти там один, два километра в час там три, четыре километра в час спуск с горы, подъем машина сама тормозит машина сама набирает скорость какую вы выставите ну и, соответственно, немножечко жутковато но это все работает ребят, ну а сейчас мы давайте проверим какой автомобиль у нас на старте быстрее что будет я не знаю, какое мы там расстояние возьмем для проверки скорости, разгона, динамики вот этих двух автомобилей сразу скажу, что бензиновая версия, да, бензиновая версия на 230 килограмм легче на 230 килограмм легче дизель 2.8, он получается на 200 килограмм потяжелее это турбо ну и, соответственно, здесь полный бак бензина давайте прибавим еще килограмм 80 примерно то есть получается разница в 300 килограмм я считаю, что 300 килограмм это существенная разница для тех автомобилей, которые между собой будут соревноваться если бы у них были, к примеру, ну есть у них одинаковые кузова но одинаковые веса, да тогда, ну, было бы но вот у черного Prado бензинового есть фора получается ну еще одна фора, которая есть у Prado бензинового черного это то, что здесь у нас летняя резина а здесь у нас грязевая резина Comforcer ну, могу чуть-чуть порекламировать эту резину конечно, производитель не заплатит нам за это деньги это одна из самых мягких покрышек, резин, так скажем, да которые, ну, вот именно грязевые то есть три сезона на таком кататься можно и она как бы шумит, но не сильно для лета прямо обалденно для того, чтобы передвигаться вот по таким местам плоскостям, как вот мы сейчас приехали, да это вот само то, вот эта резина она не боится там камней, порезов если на лете можно в легкую об камень что-то там порезать разрезать можно резину, да, об камень об скальник какой-нибудь то вот эта резина этого, ну, не боится соответственно, ну, только не пытайтесь разрезать на огромной скорости или тянуть на какие-нибудь булыжники тогда, может быть, конечно, что-то и будет ну что, ребят, теперь пробуем какой автомобиль у нас, соответственно, будет более динамичнее и выиграет давай смотри раз-два-три автомат и прослушка быстро переключается почему так отстаём наши бензин дизель турбовый поехали еще на разу я не раз слышал от людей которые бензиновым прадиком владели что на трассе чуть не не разбились встречку потому что обогнать машину не могут нормально ребят у нас есть функция спорт и спорт плюс вот это жесткость подвески здесь темпсовская подвеска комфорт нормал и спорт спорт и спорт плюс в два раза нажимает получается подвеска становится жестче и вроде как должны добавляться моща у автомобиля вот сейчас мы с вами это и проверим как на спорт режиме у нас это работает ну чё где эта кнопка должна же какая-то быть где-то спрятали азот азот этот раз-два-три я быстрый он раньше нажал сейчас уже все честно признаться не ощутил вот по расстоянию особой разницы спорт спорт плюс единственное что только подвеска жестче стала и ну это соответственно дороге делает машину более устойчивая более приятно вот это да то есть машина не накриняется назад когда стартует да ну и здесь на этом прадике на дизельном старт куда бодрее чем на бензиновом на бензиновом и провал присутствует до на старте и сейчас кстати у вадима по этому поводу уточним провал присутствует и ну еще соответственно бензинка она как бы вял и разгоняется здесь turbo здесь чипованы есть разница конечно о чем говорить как как ощущение прадика ощущение прадика в плане езды не и автомат тупит по сравнению с этим и даже тот черный который продавал дизельного намного приятнее приятнее реагирует по-другому тут нажимаешь на газ я про нажимаю гуру смотрели внутри нажал все он стоит и брат а я смотрю ты уже вот за эти столбик уехал я не знаю или бензин там такой залитый не знаю чего он вообще не едет он прям тупик но если бы дизель туда залили он бы не поехал бы наверное Денис будь здоров дизеля зальешь в этот прадик Макс говорит надо дизеля залить ребят говорю очевидные простые всем известные истины но на самом деле к сожалению не всем эти истины известны потому что мы уже знаем что иногда люди приезжают за машинами и просто спрашивают а как включить передачу надо на тормоз нажать этот селектор дать дернуть ручку селектора и включить скорость дэшечку ну а то что у нас происходит с японскими автомобилями пусть это 4вд задний привод передний привод без разницы да если нет блокировок соответственно получается что если у нас вывешиваются без разницы колеса передней оси задней оси тогда получается что то колесо то колесо которое у нас стоит на земле видите да ну подарку ушло но стоит на земле на него прям масса а другое колесо а давайте с другой стороны посмотрим оно как бы подвесилась да посмотрите какое расстояние огромное это я говорю о разнице двух прадиков понимаете да вот вывесилась насколько и соответственно машина не может ехать потому что присутствует принцип сцепления с дорогой землей я не знаю как хотите называть стараюсь объяснить простыми словами то есть если колесо вывесилась то машина но не поедет уже потому что нет цепления с дорогой должно два колеса иметь цепление с дорогой тогда машина поедет это если нет блокировок но соответственно у нас на другом прадике есть блокировки и мы должны конечно же увидеть как эти блокировки помогают автомобилю ехать ну да резина решает многое здесь лето здесь такое как бы плохенькое так скажем лето да там у нас комфорсер стоит грязевая резина понятно что может быть он даже тот прадик поедет без включения блокировок это мы проверим но вот что у нас происходит давайте посмотрим итак мы трогаемся немножечко трогаемся и что получается получается что колесом видите да ну просто вот прокручивается просто еще раз пожалуйста вот видите все не есть все достаточно иначе будет пахнуть и резиной ну как бы горе горе это есть вот этот принцип когда нет цепление с дорогой на на оси у одного колеса все казалось бы прадик проходимый автомобиль но ребята мы с вами рассматриваем отличие 150 и 151 кузова ну и чтобы забраться ребята в таких нелегких условиях конечно же нужно чуть-чуть выбрать другое другую колею так скажем чуть-чуть с разгончика да и принципе прадик заскакивает ребят теперь мы забираемся на прадике 151 кузов да это которые у нас пневмоподвеской это который у нас к сожалению для примера на грязевой резине надо бы конечно пример приводить именно на летней резине на таком же автомобиле да но но сейчас мы с вами посмотрим как он вывесится пойдет ли он не пойдет просто интересно сломаем мы ему бампер не сломаем вот вот он гребет все вот он тоже у нас повис и не хочет все вывесился теперь что мы делаем мы проверяем как работает блокировка заднего моста включаем пониженную для начала да потом включаем дифференциал включается включаем блокировку заднего моста и пробуем что у нас из этого получится именно блокировка заднего моста потянет ли это нейтралочка все поехали ну что блокировка заднего моста вообще без проблем машина пошла вот то же самое то же самое ну вообще абсолютно без проблем мы поехали теперь проверка без блокировки заднего моста но с блокировкой межосевого дифференциала прошу не путать ребят прошу не путать потому что очень часто путают и считают что если блокировка межосевого дифференциала то все значит это блокировки вот тоже самое мы видите что происходит это мы отключили блокировку заднего моста и соответственно раз но блокировка межосевого дифференциала присутствует то есть распределение нагрузки теперь 50 на 50 на оси вот теперь мы с вами соответственно что пробуем функцию она называется мтс мтс функция и выбираем камни самое как скажем так жесткая имитация межколесной блокировки соответственно мы сейчас также подвисли также вывесились как это говорят по диагонали у нас а педаль тормоза уже держу как минуты три-четыре ну что пробуем поехали видите да срабатывает и машина потихонечку выкарабкивается то есть едет 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 что самое интересное да мы выехали то есть срабатывает именно вот это вот имитация межколесной блокировки сейчас я сдам тихонечко назад отключу эту функцию мтс и мы посмотрим что еще раз получается отключая мтс функцию сейчас опять у нас осталась включенная понижайка и блокировка межосевого дифференциала слушайте иногда из головы вылетают очередные вещи опять пробуем пробуем что получается снова то же самое машина не едет дергается раньше как вот делали уазики не выда они у нас всеми колесами крутят вот на восьмидесятках на те же даже жирный такой хороший пример на джимниках все колеса крутятся полностью когда включают блокировки да вот именно блокировки межколесные и еще одна функция вам покажу эта функция называется эта функция называется круиз-контроль по бездорожью что такое круиз-контроль по бездорожью это у нас значит когда мы когда мы боимся ехать в горку с горки боимся давить на газ и так далее сейчас я сдаю назад у нас включена функция кстати можно помимо того что у нас включена функция мтс можно еще также заблокировать задний мост но мы давайте оставим функцию мтс задний мост не будем блокировать и нажмем вот эту кролл эта функция когда ты машине задаешь определенную скорость уже этой же самой крутилкой мы выбираем скорость самую маленькую скорость вот и соответственно машина сама потихонечку я убираю ноги с газа машина сама потихоньку пошла вверх все она идет с определенной скоростью вот ноги я убрал вот она идет с определенной скоростью если мы будем спускаться с горки соответственно аналогичным способом машина будет тормозить без меня жать на тормоз то есть мы не улетим вниз и вот пожалуйста она проходит это место да где мы вывешивались по диагонали с функцией мтс из функции кровь сама потихонечку машина забирается очень прикольно на самом деле а когда едешь с горки с крутой на этой функции до жутиков страшно потому что но машина сама как бы выбирает скорость самую маленькую да то есть мы видим как машина в принципе забралась аккуратненько да теперь мы пробуем скатиться назад на функции кровь никогда это не пробовал все время вперед пробовал только на определенной скорости ну что включаем заднюю передачу и поехали смотрим что будет делать машина она должна ехать назад я убираю ноги с тормоза ребят ну до жутиков страшно реально но она сама сдает назад аккуратненько и притормаживает видите слышите эти звуки работы вспомогательных систем но реально тачка вот сама едет до жутиков страшно серьезно говорю я тут ноги убрал с газа с тормоза доверяю японским технологиям современным на самом деле все очень просто легко но она работает вот мы видели что тому прадику нужно было чтобы забраться ему нужно было выбрать другую колею ему нужно было сделать разгон здесь мы вот простым очень способом но откатываемся назад и это меня очень радует резина очень многое решает но мы видели что на этой грязевой резине мы также вывесились и также не могли забраться когда висели по диагонали ну что еще один финальный нажимаю тормоз еще один финальный и пошли вверх мост задний блокировать не буду потому что это будет уже через чур но вот с этими функциями можно кстати ради интереса давайте увеличим скорость поставим побыстрее машина сразу же пошла быстрее ой нет нет не пойдет так быстро до жутиков ну вот опять автомобиль сам забирается с этими вот системами функциями в общем нигде не вывешивается ну круто в общем в общем вот такая вот разница что ребята вот такие вот у нас показатели помимо того что здесь 177 лошадок а здесь 163 вы сказали бы ну да действительно ведь лошадок же больше но это ведь это дизель ведь здесь у нас как мы уже поняли на 300 килограмм больше ведь здесь стоит грязевая резина в отличие от этого здесь летние колес по моему поменьше по окружности вот ну что должен я еще добавить конечно пневмоподвеска и простая подвеска прадика это разные вещи разные пневмо вы думаете что она будет мягче там комфортнее нет я вам скажу что у простого прадика простая подвеска намного комфортнее намного приятнее чем у пневмо пневмо почему-то работает прям не так и не надо говорить что здесь грязевая резина стоит я ездил на этом прадике на другой резине то же самое все было вот ну что убедились в том что чипованные прадики стреляют быстрее не чипованные ну на старте они конечно же проигрывают ну и конечно же еще в конце этого ролика он должен показать прелести нашего сайта переходим на него akira авто точка ру выбираем цены на авто выбираем land cruiser prada toyota land cruiser prada вот так вот листаем toyota напичкала на штопала очень огромное количество автомобилей для просчетов берем 19 год давайте кузова я не буду выбирать дизельные бензиновые это на ваше усмотрение но обязательно пожалуйста выберите оценочку три с половиной четыре четыре с половиной балла r key дешевле r key это битье r key восстанавливают из палок и еще кое-чего в японии поэтому пожалуйста выбирайте для просчетов три с половиной четыре четыре с половиной балла нажимаем применить фильтр и вот так вот после того как колесико покрутиться соответственно вы можете посмотреть конечные цены на эти автомобили открыть посмотреть фотографии и так далее увидеть в какую стоимость сегодня по нынешним курсам зайдет автомобиль land cruiser prada 30 тысяч пробег три с половиной оценка дальше к примеру 47 тысяч пробег 4 балла оценка дизель бензин и так далее вы можете это выбрать отдельно или дизельный прочитать или бензиновый или также вы на нашем сайте можете выставить для себя какие-то параметры по пробегу соответственно давайте не будем брать самые маленькие пробеги возьмем от 50 до 75 нажмем применить фильтр и увидим что средние цены на этот автомобиль наш сайт кстати эту статистику показывает очень интересная статистика на сегодняшний день 3 миллиона рублей это было в мае месяце в апреле месяце там 3 миллиона 150 ну курс чуть-чуть был повыше вот и спрос был на машины соответственно нет спроса машины в японии покупаются дешевле сезон сейчас или нет это решать вам все хорошего всем счастья пока